Новые ограничения, связанные с пандемией, обсудили на городском штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. Пока их только планируют ввести в регионе. Например, в преддверии праздников ужесточат работу фудкортов. Новогодние корпоративы могут отменить, а дистанционное обучение планируют ввести для всех школьников, начиная с первых классов. В ЗАГСах на церемонии бракосочетания смогут находиться не более 10 человек. Предприятиям рекомендуют перевести на удаленную работу сотрудников старше 65 лет, особенно с хроническими заболеваниями. Я прошу каждого здесь присутствующего и, конечно, глав районов осмыслить и быть готова, что вот эти ограничения будут введены. Глава Самары Елена Лапушкина обратила особое внимание на безопасность людей старшего поколения. Они в зоне риска по заболеваемости коронавирусной инфекцией, поэтому должны соблюдать режим самоизоляции. В ближайшее время жителям старше 65 лет могут запретить посещать фитнес-центры, театры и дома культуры. Глава города рекомендовала продолжить разъяснительную работу с населением, чтобы пенсионеры чувствовали поддержку и знали, куда обратиться за помощью. Мы никого не запираем в четырех стенах. Мы говорим о необходимости беречь себя и максимально сократить количество общения. То, что делают районы, мы продолжаем это делать. Лишний обзвон, лишнее внимание никому не помешает и ТОСы, и управляющие микрорайонами. В общественных местах, транспорте, гибермаркетах, ресторанах, на фудкортах продолжаются рейды по соблюдению масочного режима санитарных и других требований Роспотребнадзора. Составлено 190 протоколов по статье 20.6.1 Административного кодекса и 9 протоколов по части 1 статьи 5.35 КОАП. Осуществлено 294 проверки. Работа по выявлению нарушителей особого режима в Самаре будет продолжена. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.